Женя Смирнов, чемпион России по брейк-дансу, в апреле 2012 года попал в аварию, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. Наверное, многие, оказавшись на его месте, решили бы, что жизнь кончена. Но молодой человек отнесся к сложившейся ситуации как к сложной задаче, которую следует решить. И Жене это удалось. Он не только не опустил руки и продолжил жить, но и вернулся к своему любимому делу – к танцам. В этом году он принял участие в одном из самых популярных шоу на российском телевидении – танцах на ТНТ. Ну а сейчас он путешествует по стране с мастер-классами по брейк-дансу, на которых пытается объяснить детям и взрослым, здоровым и имеющим определенные отклонения в здоровье, что сложные жизненные ситуации и даже страшные диагнозы – не повод опускать руки. Я хотел бы тем, кто не знает, ребятам немножко рассказать свою историю, свою жизнь, как я занимался танцем, как я шел танцами, как я попал в ту ситуацию, в которой, ну, к сожалению, я попал, как я все-таки преодолел ее. Вот, несмотря ни на что, начал танцевать дальше и идти вперед. Ребятам хочу донести, что никакая преграда на этом белом свете, она… нет, непреодолимых преград. Чтобы каждый из них, чтобы не встретил в жизненном пути, шел, проламывал двери, я не знаю, вот этих вот преград. Перепрыгивал эти барьеры, шел дальше, шел к своей мечте. И о ее обязательно нужно выдумывать для себя. Проведение подобных семинаров по всей России стало возможным благодаря танцевальной студии «Арт Райс», а также Фонду развития и поддержки социальных интернет-инициатив. Вместе с Женей они в рамках проекта «Открытый урок» рассказывают о том, что такое инклюзивное обучение и почему оно необходимо детям. Мы были впечатлены просто примером Жени Зминового. Мы как бы видели, много знаем про него. И когда Женя озвучил свою идею, создание именно вот инклюзивной школы танцев, для того, чтобы объединить сюда мы здоровые детишек, детишек, которые с ограниченными возможностями, дать им возможность совместно обучаться. Это очень мотивирующая история, мы были ей впечатлены. И мы приняли решение помочь с поведением ряда подобных мастер-классов, которые мы сейчас проводим в разных городах России. То есть были такие истории уже в Москве, сейчас у нас в Рязани, есть планы в другие регионы. Большое количество людей подтягивается, принимает участие, большое количество людей ждет. В семинаре, прошедшем в Рязани, участие приняли дети из Рыбновской школы-интерната. Они с интересом слушали рассказ Жени о его увлечении танцами, первых успехах, а также о том, как ему заново пришлось учиться владеть своим телом. Но, конечно же, разговоры по душам – это лишь часть семинара. Благодаря им ребята расслабились и с удовольствием принялись впитывать знания, которыми делился с ними Женя. К середине семинара они полностью попали под его обаяние, перестали стесняться и тогда показали, на что они способны. Организаторы отмечают, что мероприятия такого формата детям просто необходимы. Ведь именно в раннем возрасте формируется понимание толерантности, доброты и взаимопомощи. Кроме того, подобные семинары – это первые шаги на пути к осуществлению Жениной мечты об открытии инклюзивной школы танцев.